здравствуйте друзья начинаю новый раздел до технические каталоги где я просто для себя буду какие-то этапы отмечать вот начали делать по электронной технике это но это далеко не конечный вид его это только вот ну вешка такая что пошли работать зацеплю я сразу здесь две вещи до 2 1 это мы сейчас будем менять форму и содержание создавать под это дело bd и какой-нибудь сайт значит вот сразу куча тем вываливается да что отображать как отображать где это храните в каком виде выводить чем пользоваться да это одна история вторая история сейчас очень модно гид и контроль версий до непонятно почему это сейчас так важно вот но тем не менее это очень серьезная такая вещь и я никогда с гитами не работал но вот сейчас начну это одна история и вторая история давно хотел какие-то домашние сервера такие поставить вот может быть к и на какой-нибудь старых на старой рассыпухе я соберу и какой-нибудь фрибзди да заодно изучу на старости лет посмотрим чем у нас это приведет но это pdf не вариант а где есть техническая информация распиновка наверное надо сделать будет белых материал этого модуля вот ну по нашему это чё там перечень элементов да потому что иногда люди хотят отремонтировать или просто так посмотреть как прототип да и посмотреть на чем этот прототип сделан чтобы но молодые так посмотрим да у них глаза лучше микроскопов на люди уже но или пожилые или получившие веслом по пиковки да им вот удобнее в pdf и там control плюс и будет увеличиваться изображение да вот так не видно а контур плюс 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 и сразу вот все сразу видно значит что еще здесь это все только первое приближение вот примерно вот такой вот где ничего не видно что написано да ну чет написано то есть формально сейчас я говорю что буду есть какой-то текст который указывает какие технические характеристики что это за поля будут какого они чем они ограничиваются это мы пока это тоже в разработке может быть какую-нибудь методичку возьмем какого-нибудь университета но или для какой-то расчетной работы и или какого-нибудь курсового проекта возьмем за основу а потом посмотрим на какие нормативные документы они ссылаются и потом потихонечку потихонечку будем к чему-то приводить это что отображать вернее как отображать какие шрифты как чего вот где это будем хранить требования эти но и потихоньку потихоньку может быть потом будем отходить и свою методичку потихоньку переписывать для себя как мы отображать будем до вводить такие формальные правила которые легко менять и потом значит пока по самой информации какой она должна быть что-то нужно что-то наверное не нужно соответственно наши госты есть а информации которая должна отражаться но не в таких документах да у нас все-таки это свободного стиля но мы его должны все равно формализовать желательно на бумаге потому что я забываю что я делал час назад а уж тем более если это длительный процесс то я люблю всегда или спросить у кого-нибудь или значит где-то посмотреть но спросить вы знаете да сейчас но я ссылочку сделаю что теперь по с пдфами можно разговаривать скоро наверное еще через год-два они картинки будут показывать и в общем интересно все будет в нашей жизни когда с чайником можно будет разговаривать со стиральной машиной с телевизором наверное все меньше меньше будет ручка управления голосовой вот может быть кнопки до сенсорные чтобы защита от детей но вот так не становится интересным хочу дожить до 100 лет и пожить в этом мире интересно вот желательно богатым но пока это денег не приносит а только вкладываю и вкладываю свои ранее заработанные вот поэтому до новых видео спасибо предложение пишите ссылки если есть какие-то на какие-то технические документы которые вы считаете идеальными где есть и технические данные и соответственно на сам модуль документация причем такая необязательно строгая да сейчас мир такой она должна то есть быстро получать информацию даже в чертежах это не всегда не всегда только когда ты глаз набил на и работаешь вот именно с этими чертежами и и в этой школе потому что но бывает что из другой области да там какой-то радиоэлектронный модуль до его принципиальной схемы там уже надо разбираться люди совершенно по-другому все делают причем так кардинально по-другому совершенно другие микросхемы совершенно другие технические решения иногда замиральные вот я не люблю замиральных идей вот когда там что-то накрутят и используют какие-то недокументированные функции да или как-то уж совсем сложно там пытаясь сэкономить количество элементов но мы пока не делаем вот нас пишите да пишите как вы это видите какая информация должна быть сейчас такие памяти объемы мы это потом сделаем в pdf потом когда будут пока будем чат боты использовать чужие потом как только это станет общедоступна модели для пользования api функциями мы значит подключим если сможем значит такие функции и будем значит или печатный будет вывод информации или подключим какую-то голосовую голосового помощника и соответственно будем уже по нашей номенклатуре общаться мы соответственно да потом пойдем в общие каталоги в теорию в какую-то и потихонечку потихонечку как померить как устроен шим сигнал это вот если применительно к этому да для чего там такая микросхема используется для чего такая и нам там голосовые помощники типа алисы и google assistance маруси и васи и так далее джонов будут разъяснять может быть дополнительную информацию выводить на экран ну это мир в котором нам нужно будет жить поэтому такой примитивный на навык рассчитать какой-нибудь транзисторный каскад это ничего ничего и и вот как правильно говорит саватеев значит системные интеграторы будут только пользоваться спросом на рынке то есть люди которые могут из разных областей что-то все скрутить и получить и посмотреть да что все соответствует такой человек в белой каске до среди роботов редкий на на должности консультанта вот ну все вот значит доложился что эта работа идет значит я не буду вылиживать уже вот эти каталоги все он сделан в таком виде и все дальше я уже делать улучшать только на следующем круге то есть когда мы дойдем какой-то новой версии на другой совершенно группе на другом ассортименте и потом зайдя опять по каким-то причинам вот в эту историческую эпоху значит если через справочники наши да мы его поменяем то есть не буду я сидеть на этих шим регуляторах на модулях доделывает до конца то есть следующий шаг мы пойдем следующий делать вот на основе того что у нас есть да сделаем следующий шаг потом следующий 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 там русскоязычную английскоязычную версию чат-бот по подключим посмотрим как он там общается теоретическую часть откуда-нибудь чат g5 с каруселем вот и потом значит доработаем графики то и пишите где все это вот где не это лучше сделать где это лучше сделать где лучше схемку там нарисовать там где лучше там где лучше принципиальную схем может быть есть уже искусственный интеллект который по фотографии вам восстановит да и скажет вот тут не знаю тут не знаю а вот тут вот вот так исходя из той элементной базы что вы используете этих дорожек что я вижу я вам довоссоздал и им все вот пишите я тоже не все знаю хотя стараюсь быть на острие задержка лет на 10 все до новых видео